так ребята это видео я пишу для участников школы просто есть хороший пример вот именно как учить модели потому что вижу вот этого страдает джанга я имею ввиду давайте сначала перейдем с конца да вот а потом скажу алгоритм и так ну во первых понятно кто в школе делает домашние задания действительно и делает это регулярно я всегда подсказываю в данном случае просто вот так попалась модели но это очень важный момент но вот я зачитаю а дальше посмотрим отлично это сергею сачем я говорю отлично вижу разобрались абстрактный важно понимать что абстрактная модель не создает базу данных а использовать по полной а вот прокси модель очень рекомендую поработать это настолько палочка-выручалочка и так далее и так далее будет напишите желание напишите несколько вариантов потому что сообщество это в основном обходит мы сейчас поговорим так вот вы знаете под сергея сачи начал через полгода я помню писать на двух языках а знаете почему потому что вот ему говоришь подсказку и он ее воплощает жизнь в коде и вот прислал после этого мы там еще посмотрим сначала прислал объяснение да то есть поэтапно ну давайте сначала то есть на исследование таблиц в принципе все очень понятно если почитать да дальше вот расписал как использовать прокси модели грубо говоря ребят но все банально просто ситуация в интернете на сегодняшний день такая прокси модели народ очень сильно обходит но а ведь это очень мощная вещь ну вот вы себя представьте до представим вы описываете там некую организацию некую организацию и у вас есть сотрудник у него есть обязанности там у него допустим основных там 10 обязанностей и 10 направлений с одной стороны что делает большинство они просто тупо создают эти 10 направлений потом то есть здесь 10 10 моделей а потом тупо начинают писать эти кучи кода связывать чего-то пыхтят а ведь все можно было сделать прокси если б человек разобрался один то есть проще если человек разобрался один раз прокси моделью то есть по сути дела у сотрудника у этого есть определенные четкие обязанности ну то есть определенное то что то общее ну например рабочий кабинет время прихода на работу и так далее а далее 10 направлений обязанности мы могли поместить в прокси модели да то есть создать по одной табличке на каждую ведь из этих 10 обязанностей и в пределах модели все это извлекать совершенно просто то есть грубо говоря прокси модель она отслеживает некий один вариант общей модели но ведь это просто я к чему это рассказал ребята вот смотрите если вот для новичков когда человек приходит я говорю вот учитесь просто там проходите у меня один подход когда я вижу человек-новичок но если вы уже написали как сергей первый небольшой сайт то есть у вас есть опыт почему потому что ведь обучение кто-то приходит вот я сейчас изучу джанга там быстро но это неправильно то есть идет все по периодам по этапам если мы взяли вот человек приходит сначала выучил пайтон потом следующий уровень изучил вот школе основы джанга да написал первый сайтик потом пошли более сложные вещи да вот уже там на этом этапе то есть начало первый сайт и более сложные вещи на этом этапе мы опять возвращаемся к тем же самым вещам да те же модели те же классы те же функции но вы должны четко для себя уяснить что вот на этом этапе поблажек себе делать не надо если на этапе начального становления когда вы писали первый сайт через пень-колоду разбирались радовались да что написали модель сайт заработал это все здорово это правильно эти ощущения надо испытывать но когда вы уже сделали одно второе приложение начать начали более глубоко изучать python вот на этом этапе делайте вот как делали сергей асачи да то есть ребят здесь вы себе поблажек не можете делать у вас есть в работе жанга или абсолютно любой другой библиотеки ведь все есть всего два пути пуча первая давайте посмотрим пуча первая а вот это вот кривая видите а пуча вторая пуча вторая вот она такая вот по наклонной вверх так вот если вы упускаете вот этот вот этап то есть вы да разобрались немножко в жанга но толком не знаете да еще то на третьем этапе вы я как говорил не можете себе позволить уже полуотношения да что значит полуотношения да она начинается самого простого самого-самого простого я посмотрю попадает джанга то есть на этом этапе вы уже четко должны понимать документацию я сергею сейчас еще дам некоторые подсказки да это я открою для себя так так вот чем отличаются эти два путя первая путя да но я так утрированно говорю она когда вы перейдя написали там сайте к ним ну небольшой и перешли на третий этап уже более сложным приложением но вы не стали обращать внимание на как говорится покопаться грубо говоря посидеть день два три с моделями разобраться мы взяли модели просто они сейчас вот мы их проходим но это и важно и так относиться надо ко всему а в принципе довольствуетесь только документации но не нашли время сесть и написать проект конкретно используя эти модели и расставить голове что такое расставить голове должно быть вот мы об этом сейчас и поговорим должно быть несколько вещей у вас четко отработано я просто показываю для участников школы как как этому прийти то есть несколько вещей должны быть вещей да то есть мы сейчас посмотрим так вот чтоб пока не потерять мысль если вы идете по первому пути то есть не собираетесь углубляться да вы вроде давно изучаете то в принципе очень понятно ваше будущее до ближайшие когда вы будете задумывать приложение вот как я рассказывал сейчас вам про сотрудника вы будете писать кучу этих моделей потом искать кучу библиотек кучи кода и всегда ломать голову этот подход он крайне неверный почему вина здесь лежит только на вас больше ни на ком вот допустим потому что вы решили что ну не хочу я сейчас грубо говоря заниматься и и все вот потом да и это потом ко всему начинает применяться а вот если вы и вы здесь я говорил вот на этом первом пути вы всегда будете городить кучи функций до довольно сложных там иногда непонятных иногда вам не будет понятно будете там связи эти городить а зачем вопрос а а затем всего лишь то вы неправильно расставили при приоритеты по при обучении а вот если вы пройдя вот этот этап после написания сайта и когда вы уже дальше идете модели знаете но на этом этапе допустим задержались и уже более осознанно но их прошли толково да я сейчас дальше поговорю об этом то по сути дела вы уже на этапе планирование бы выстраивали совсем по другому модели и обходили бы совершенно простыми классами или функциями и все бы совершенно так же работал так все было проще у вас было бы море вариантов на сегодняшний день если вот этот вариант опускаете да то по сути дела по сути дела если вы идете по первому варианту по первому варианту да то у вас всегда смутное понимание документации если допустим вы пока покопались несколько дней и вам надо было какие-то там указать либо мета опции да либо выборку то вы бы быстро заглянули документации потому что вы правильно работали да но если я надеюсь что сейчас услышите будет правильно работать но если вы неправильно работали то есть не слушали советы то в принципе это плачевно а теперь вот смотрите я хочу привести пример вот уже написал сайт и помните я читал советы вот чем отличается я всегда даю советы не обязательно там модели я говорю сейчас просто так попалась да ну вот вижу что в чем можно где поработать я сергей сказал поработайте и просмотрим да то есть вот его домашнее задание как использовать прокси модели очень хорошо расписано дальше абстрактная модель когда мы хотим вложить общую информацию вижу пример вижу вот разобрался да вижу вижу разобрался а теперь сереж смотрите сергей для вас и для других ребят вам надо сейчас разделить модель для себя документация чтоб работала одним блоком давайте проследим вот нашу модель да по сути дела но ведь все просто я не то немножко нарисовал я буду рисовать потому что так на вскидку пишу кто кто знает тот услышит да значит а как бы тут выстроить ну вот так возьмем квадратиками общую картинку будем строить да считаете что это будет вот разные квадратики общая картинка ну поняли да вот смотрите сергей значит первое да вот научились разобраться в самих моделях разобраться да уже знаете разобраться этот ответ я увидел у вас да сейчас сейчас сидит я здесь виды видел ага но вижу вы расписываете да и мне казалось что где-то я видел что все вместе было итак хорошо грубо грубо говоря укладываем все модели в голове мульти модель да прокси модель абстрактную модель уложили в голове при этом при этом особое внимание обращаем на механизм работы что важно понимать каких случаях создается таблица в каких нет сергей вот все это ранее я видел уже проделал то есть он я вижу что человек понимает о чем он говорит да где то я сейчас найду ой найду ой найду ну вот я вижу что он проделал да что находил таблицы то есть где что как создается это первое вторая вещь их цель то есть вот я вижу что сергей уже для себя здесь расписал что цель прокси модели цель абстрактной модели то есть цели и здесь это ну что там по сути дела три вида моделей это просто надо пару вечеров посидеть но посидеть не просто а посидеть вот так вот в среде да среде попрограммировать попрограммировать проект зайти в документацию посмотреть то есть дальше смотрим еще такой маленький момент вот у нас есть поля да значит кроме самих моделей их назначения да вот допустим там в метода там прокси я всегда заостряю внимание поля поля если вы работаете с полями то сразу же то что в полях да мы это довольно щепетильное проходил уже в курсе жанга 2 можно применимо то есть по сути дела давайте сложим значит в модели назначение моделей раз второе сами поля то есть представление да и то что в полях да и плюс мета все по сути дела все ребята но 4 пункта 4 пункта всего следующий момент я уже когда мы начали проходить курс жанга 2 плюс сервер обратите внимание потому что опять вижу а вот вижу фомичом володя начал делать и вижу сергея сачи делает мы тут работаем с гид ну с гид уже вся школа мы все равно мы еще гид в объем джупитер да командная строка джупитер так вот с модельками надо обязательно проработать именно в жупитер именно в жупитер именно по извлекать через кому ну я вижу что тут излечено вот через айрон пайтон то есть ребят я еще раз говорю хотя я это говорил уже в последних нескольких видео видео еще раз говорю вот если вы посмотрите вот эти этапы да хотя начиная джанга я сразу даже самом первом этапе да если взять я сразу вас приучаю командной строке но как правило многие этот обходит проще написать функцию на втором этапе не начинает смотрю вот до сергея допустим осачева дошло и он начал очень активно работать в командной строке почему видно услышал видно услышал ключевую идею то что вся документация показывает с командной строке это да это правда но ключевая идея немножко состоит другом ребята зачем работать в командной строке понимаете ведь только что я сказал вот сейчас послушай услышите эту мысль только что я сказал что новичку проще написать функцию ребят ну это ж э телега впереди лошади это неправильно это просто вам так кажется на самом деле должно быть следующим образом вы написали допустим создание объекта и у вас голове достроилась функция то есть вы начали думать себе да уже думать вот есть ваше допустим приложение ну это ладно не будем это рисовать это немножко длинное вот у вас есть приложение вы написали в командной строке там создание объекта и как звездочки начинают у вас мысли собирать вашу функцию ага выборку мы сделаем я сделаю так то далее здесь там использую with else так то то есть вот так должно достраиваться но ведь это должно происходить а как это будет происходить без вашего участия если вы избегаете командную строку а в командной строке надо работать я почему дал джупитер в школе потому что командная строка многих пугает но джупитер убирает всю боязнь там можно во первых написать и полную функцию и работать как в обычной командной строке и в джупитер вы все время вынуждены все импортировать значит с импортами разберетесь значит с местоположениями разберетесь и есть четвертый момент ребята очень важный опять вижу что Сергей меня тоже услышал это документирование ведь я ребята постоянно вам говорю уже довольно давно потому что все это все это эти советы это это практически ошибки которые надо обязательно учитывать вот какой бы я проект не создавал вы всегда в моем проекте увидите вики то есть вики где стоит Марк Даунс МКДОКС да и я увидел что Сергей Асачий тоже это услышал и он все начал записывать в доках да то есть вот я вижу его МКДОКС абстрактная модель расписанная ребят так это ж ваша палочка-выручалочка если вы пыхтели сидели делали несколько дней но при этом не задокументировали а какая была причина а надо же быстрей вопрос вы куда торопитесь вам надо качество или нет если вы сели допустим разбираться с моделями то будьте добры вот я же вот готовлю вам урок допустим да вот я готовил урок вот я покажу сначала я готовлю в текстовом файле потом переношу сюда ну вот я готовил урок например сейчас 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 вот под постгресс я не ленюсь я все очень четко записал да шаг за шагом что надо сделать чтобы установить постгресс и чтобы установить пейдж админ да вот это как php 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 my админ но только для постгресс просто это надо сделать привычкой и если вы делаете это привычкой то какое приложение не писали зачастую все забывается а знаете что такое хороший программист хороший программист который знает где что найти и это человек и я бы сейчас добавил это программист пишущий да то есть постоянно ведущий свою справку на это и рассчитана школа понимаете я рассчитываю что человек проходя уроки будет себе создавать подсказки именно он в них будет так это для вас палочка вручалочка кроме того я говорю ребята делайте проект все записывайте потому что пройдет год полтора потом будете лазить по всему проекту выяснять что где у вас как итак ключевая идея такая было которую я сейчас хотел рассказать я надеюсь вы меня услышали вот допустим в школе реально мы сейчас делаем джанго 2 плюс сервер да то есть грубо говоря курс где наша задача создать сайт на джанго создать то есть установить самостоятельно сервер установить на него конфигурацию в общем все программное обеспечение залить залить туда наш сайт и грубо говоря обслуживать и радоваться что вы это делаете сами при этом сам курс построен таким образом что мы глубоко копаем и джанго да будем дальше и дальше то есть уже еще поглубже но кроме этого обратите внимание еще раз говорю есть подсказка да да то делайте и делайте вот как делает сергей вот все расписал он же для себя это сделал но и ребята получают пользу тот допустим человек пришел не так давно только начал изучать джанго да он с интересом почитает и уже будет знать отложить в голове что ага на это я обращу внимание следующее 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 то есть надо писать больше кода и работать именно у вас именно для тех ребят которые написали уже первый сайт и пришли к этому этапу когда в принципе код смотрите понимаете вот на этом этапе нельзя упускать такие вещи сейчас я сформулирую еще одну одно одно аксиому нельзя упускать вещи то есть и дайте открою так мне проще будет сказать слово подобрать правильно понимаете на самом деле на самом деле вот если вы посмотрите да то я всегда рекомендую только изучать джанго одним способом от старых версий к новым почему потому что вот понял что что за слово у джанго есть ядро и неважно это версия 1.5 1.8 2 или будущее 3 есть ядро это модели и все что к ним относится то есть там выборка мета типы полей и так 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 далее так далее дальше представление которое имеет юрл и функции и так далее так далее оно здесь заложено да может поменяться местоположение но сам принцип он не меняется от версии к версии просто добавляются какие-то методы так вот вот это я себя сейчас даже поправил да вот это наверное основное вот на этом этапе вот этого ядро модели то есть ОРМ относится к ядру и если допустим на этапе втором когда вы писали первый сайт и радовались в первых страницах это все классно это все правильно но вы скорее всего руководители были довольны всего лишь ну то что вы в принципе понимаете написал там модель с модель да написал там некое поле второе поле и так далее и вас это устраивало написал функцию все работает ура мое приложение работает это великолепно это приятно я сам помню у меня это было но на этапе третьем когда вы приходите к более глубокому изучению вот это себе уже нельзя позволять то есть здесь сели и надо в голове ни потом не там вчера грубо говоря надо расставить голове сесть кому удобнее на бумаге кому удобнее кому удобней в электронном виде Но вы должны прописать, а потом в голове вплоть понять, не выучивать, а понять. Себе сидите и перечисляйте. Итак, первая модель, мультимодель, обычная модель, вторая модель, абстрактная, третья модель, прокси. И себе перечисляете. Как обозначается, то есть как сказать модели, что она прокси. Раз, проговорили себе, там написать то-то, то-то, то-то. Далее, функции каждой модели, в каких ситуациях применяется. То есть все это надо четко в голове разложить. Но кроме этого, я же Сергею давал домашнее задание, напишите, напишите какое-то приложение, где используйте все модели. И вот он то послушал и делал. Вот почему человек пишет на двух языках. Выполняет домашние задания, слушает советы. Советы я всегда смотрю, просто видно, видишь код и видно, что, где надо было подтянуть. Понимаете, это всегда видно. Отсюда и рост. Но всегда у меня вопрос, а много ли людей вот именно так работают? Ребят, честное слово, немного. Ну, я знаю, что абсолютно все хотят, допустим, изучить Пайтона или Жанга быстро. Но вы спросите себя, а делали, пропускаете ли все вот так вы через код? Ведь в чем еще проблема новичка? Да он не знает, на что обратить внимание. У нас в школе все это подсказывается. Столько материала в школе, от и до. Но, тем не менее, каждый раз я подсказываю. Но я подсказываю когда? Я подсказываю абсолютно любому человеку, когда вижу, что человек выполняет домашние задания. Индивидуально я не работаю. Да, действительно, потому что это было очень дорого. Ну, представьте, куда меня хватит. Но почему я стараюсь подсказать и направить ребятам, которые действительно делают? Я понимаю, что очень большая часть людей, которые этого не делают, но они хотя бы в школе прочитают это, да, и уже отложат. И потом, возможно, произойдет то, что происходит со многими. Вот сейчас недавно вернулись двое ребят, может, год их не было. И произойдет то, что произошло с тем же Денисом Латыповым, да, что он полтора года там уже больше назад пришел, потом ушел, а потом бац и прорвал, начал писать хороший код. Просто поэтому вот я и стараюсь. В общем-то, это было как бы такая вот, чтобы вас настроить, вот как правильно действительно заниматься, что дает эффект. Поэтому, коротко, если так, значит, старайтесь выполнять все домашние задания, я всегда подскажу. И увидели домашние задания Сергея Сачева? Да, вы прочитали, но все проделайте полностью со своими названиями моделей, со своими полями. Разберитесь и все это пропишите. Не довольствуйтесь только токочтением. Документируйте все. Любой проект у вас, начало проекта положено, в него заложен маркдаван, должен быть МКДОКС. То есть вы должны вести документацию проект. Тогда у вас все будет окей, тогда будет осознаваться. Запомните, когда вы записываете, вы вынуждены правильно написать, формулировать. У вас начинает работать очень хорошо мысль. А как правильно формулировать? Вы сами тогда очень хорошо постигаете. Я постоянно об этом говорю, но мне трудно говорить. Я понимаю, что многие все равно, вот сколько ни говори, это не будут делать. А потом будут, но через время. И всегда одна и та же история. Вот так-то занимался, только потерял время. Ребят, так занимайтесь сразу правильно. Поймите, в школе Бовсуновского ребята пишут код. Я всегда за то, чтобы ребятам помочь. И действительно они стали на ноги. И становятся на ноги, становятся, ребят. Все, спасибо. Для тех, кто начал с этого видео, Даня сказал, начинаем с spb-tut.ru. Понятно? Понятно.